Цветы жизни Но не все же время нам говорить о страшных цифрах Начну с Гомера, потому что у него сегодня день рождения и уведу вас в Грецию Вообще существует несколько версий, связанных с датой рождения древнегреческого сказителя и доказательств к ним Все эти доказательства полная чепуха Гомер родился в 10 веке до нашей эры, а может и в 9 веке В любом случае чуть меньше 3000 лет назад, то есть очень давно Но люди его помнят и не передают значения деталям Гнедич, который перевел Илиаду, почему-то считал, что 23 апреля его день рождения Сейчас спросить не у кого, без разницы, главное это результат Эпос Русскоязычная туристическая группа у Парфенода благоговейно внимала словам артистичного экскурсовода Который, рассказывая об осаде Трои и указывая при этом почему-то на Соломин А этот остров в заливе Сопроникос отлично виден с Акропольской горы А Трои, разумеется, нет Говорил так И тогда ахейцы с Гомером на устах выбежали из коня Хотя Одиссей с ребятами придумал фокус с конем за три слихом века до рождения Гомера Но фраза с Гомером на устах мне понравилась Едва уста красноречивый тебя коснулись и вмиг Его маг огонь игривый в тебя талинственно проник Я неплохо знаю историю Древней Греции и мне и другим счастливчикам ее преподавал великий профессор Йоу Палыч Вейнберг Но все равно пригласил в Грецию экскурсовода Как он и советовал, я имею ввиду, Вейнберга Представляете, в конце 70-х годов в Советском институте по аудитории Расхаживал профессор с трубкой в зубах и говорил Ребята, вы уже многое выучили Но если окажетесь там, речь могла идти о Двуречии, Вавилонии, Египте, Афинах или Риме Обязательно возьмите хорошего гида Всегда узнаете что-то новое Мы переглядывались с усмешкой Не пожите? Какие Афины? Какой Рим? Максимум София или Улан-Батар И то есть повезет Оказалось, Йоу все предвидел Оказавшись на берегу Эгейского моря Попивая белое вино со льдом и глядя на манящую водную гладь Я вспомнил о нем Веймер был советским профессором Его не выпускали из страны Даже несмотря на дружбу с Туром Хейердауном Который приезжал к нему неоднократно Встречался со студентами И утверждал, что никто в мире, кроме Йоуа Не знает, какие именно бальцевые бревна Нужно отбирать до кантики И так располагать шверты Которые исполняли роли киля и руля То есть Йоу, никогда не побывавших в Афинах На Акрополе, в Парфеноне Знал там каждую до мельчайших выбоем колонну И заразил нас всех любовью к античности Каждый из моих однокурсников, попадая сюда Чувствует себя как дома Потому что и в этом мы все уже убедились Потому что списываемся иногда Знаем древний Афин и Рим Ну, получше любого экскурсового Я подумал об этом слух, и жена ответила Ты говоришь, что потом Йоу уехал в Израиль? Я уверен, что он успел поездить И увидеть все своими глазами Я очень на это надеюсь И еще раз проникновенно произношу Мир праха потрясающего педагога С которым ласковая ко мне судьба Свела свое время Сегодня гробщина его ухода Экскурсоводом оказалась пожилая женщина С зонтиком-палочкой по имени Метаксия Кстати, Метакса по-гречески шок Брэнди назвали так из-за мягкости Смерив оку Метаксию Я предположил, что подъем в верхний город Как в пятом веке до нашей эры Афиняне называли Акрополь У нас займет полдня Но старушка уверенно карабкалась К творению Фидия Легко покалывая зонтиком Всех преграждавших ей путь На манер агентов КГБ Охотившихся за болгарским писателем Георгием Марковым Мы с женой действительно узнали много нового О том, что бабушкой Метаксии Была камчатская женщина Надежда Дмитриевна Солоницына В которую влюбился заезжий греческий матрос Панкратий Что ее предки имели отношение к каракулам из Дельф Что Европа напрасно снабжает Грецию деньгами Их все равно воруют И что современные греки и древние Это два разных народа Потому что древние были чистые А нынешние перемешанные со всяким сбродом А горечь и сожаление, с которым она произносила эти слова Никак не вязались с председствующим рассказом О происхождении бабушки Потом Метаксия публично и очень громко прокляла македонцев Которые не имеют никакого отношения, как она сказала Ни к Александру, ни к названию Македония Которая находится в Греции А то, что они называют Македонией Вообще неизвестно что Скопья Метаксия разошлась не на шутку На нас стали поглядывать с удивлением и опаской И я надеялся, что среди окружающих Не окажется македонцев На все это ушло часа два Учитывая, что вечером неподалеку от храма Гефеста Должна была состояться свадьба наших друзей Катюши и Миши Я благодарил Метаксию за интересный рассказ И предложил снести ее вниз на рукав Но она отказалась, получив деньги Осенела у нас крестным знамением Пожелала нам ничего не терять Поскольку, как ей подсказывают гены оракулов Мы близки к этому И испарилась Думаете, она предвидула коронавирус И сегодняшний финансовый хаос? Сомневаюсь Но ночью у меня пропал новый телефон Жаль Там были потрясающие фотографии со свадьбы и вообще Скорее всего, я оставил его в такси По пути из ресторана в ночной клуб Никто не виноват Хотя Метаксия с ее пророчеством, возможно, и имела к этому какое-то отношение Не о том хочу поведать я вам А о местах, в которых побывал уже без телефона Для подавляющего большинства туристов Главное и наиболее привлекательное в Греции Это острова Они прекрасны, спору нет Но и тентинентальная Греция изумительна На машине мы поехали из Афины в Халхидике Путь не близкий Можно было полететь на самолете В Салонике Но тогда мы пропустили Олимп, Фермопилы И, собственно говоря, Халхидики Олимп не гора, а горный массив Он состоит из трех вершин Митикаса 2917 метров над уровнем моря Скорио на 5 метров ниже И Стефани еще на 7 метров ниже На всех летом лежит снег Там жили олимпийцы То есть боги во главе с Зевсом А сейчас там никто не живет Кроме 22 видов присмыкающихся 32 видов диких млекопитающих И 136 видов птиц Кроме того, на Олимпе 1700 растений 23 из них, причем, эндемичные То есть обитающие только там Первым человеком, поднявшимся на вершину Митикаса Был Христос Каковас В 1913 году Ему тогда был 31 год Его родственники держат агентство до сих пор С проводниками, картой и снаряжение Выдает некая Никас Человек-легендарный Он в 80-м попытался спуститься с вершины Скорио на лыжах И угодил в расщелину Его искали две недели с сербернарами Никас Живой прототип из анекдота В котором один замержающий альпинист говорит другому Посмотри, к нам пришел друг человека На что второй отвечает И какая большая собака его принесла Имея в виду бочонок Рома А в случае с Никасом Цикура Который привязывается обычно к шее животного Почти так и было Олимпийские вершины, конечно, не верес Но зато достижимы для людей Более-менее физически подготовленных В пятом веке до нашей эры Ксеркс пошел войной на Грецию И все знают историю про 300 спартанцев Во главе с царем Леонидом Которые преградили персам путь в узком ущелье Под названием Фермопилы Если изучать историю по фильмам 300 спартанцев А обе версии 1962 и 2006 годов Имеют ничтожно малое отношение к тому Что произошло там на самом деле То вы рискуете остаться в невидении о том Что на самом деле греков было не 300, а 7700 Это, правда, все равно капля в море По сравнению с четвертьмиллионной армией Ксеркса Два дня греки отбивали атаки Уничтожив 20 тысяч персов Но потеряв 4000 человек Из них было почти 1000 спартанцев Потом 3000 греков ушли Опасаясь смерти В Фермопилах остались только спартанцы Вот теперь уже действительно 300, считая Леонида Фиспийцы и фиванцы И все полегли там на третий день сражения За фиспийцев и фиванцев обидно Во-первых, они отложили в сторону свою собственную Междуусобную войну Которая длилась почти столетия И сражались плечом к плечу Во-вторых, именно фиспийцы, а не спартанцы Ответили отказом посланникам Ксеркса Дать им землю и воду, сбросив всех их, кроме одного, в колодец Где посоветовали поискать и то, и другое В-третьих, именно фиванцы стоялись 40 часов Против бессмертных Ксеркса Командовал объединенным греческим контингентом Правда, именно Леонид По гибели не все 300 спартанцев Перед гибелью царь отправил к своим гонца по имени Пантит Тот не хотел бросать товарищей Но Леонид сурово приказал им Узнав о судьбе собратьев Позднее Пантит повесился Спартанцы должны были умирать на поле боя Еще двое, Аристодем и Иврит Были отпущены Леонидом в связи с болезнью Иврит, придя в себя, потребовал доспехи Вернулся в Фермопилы и погиб вместе со всеми Аристодем выздоровел, вернулся в Спарту Но там его сжадали позор и бесчестие Его прозвали Аристодем Трус В этой истории совершенно голливудская концовка Год спустя во время битвы при Палатеях, при которых персы были окончательно побеждены Аристодем настолько отличился в ходе сражения, что греки хотели дать ему награду Как самому доблестному воину Но награду он не получил, так как было высказано мнение Что Аристодем бился, как иступленный, выйдя из рядов И совершил великие подвиги Потому лишь, что явно искал смерти из-за своей вины Но зато к нему вернулась ушедшая была жена Правда, прозвище Трус от этого чудного, в общем-то, парня Уже так и не открылось никогда Греки были и остаются довольно упрямым народом Я был приятно удивлен тем, насколько много на нашем планете существует людей Которым все это до сих пор интересно Туда ездят автобусы В контексте греко-персидской войны битва являлась поражением греков Избранная имя стратегия по задержке персов перед Фермопильским ущерем И около мыса Артемисии была провалена Дорога в Атику и Биотию для вражеской армии открыта Позиция под Фермопилами являлась практически неприступной С умей греки удержаться чуть более продолжительное время У персов возникли бы проблемы в снабжении своего огромного войска провиантом и водой Таким образом, Фермопильское сражение явилось именно поражением греков Причем как тактическим, так и стратегическим Персы завоевали всю Грецию и разрушили Парфенон Лишь через год в битве при Соломине, которую в Суе упоминал горе-экскурсовод У Акрополя греки разбили ксиркса И наконец Халкидики Полуостров на северо-востоке Греции, в который действительно влюбился я Он выступает в Эгейское море на 120 километров И в свою очередь делится еще на три полуострова Или, как их называют греки, Пальца Кассандру, Ситонию и Афон Святая гора находится именно на последнем Мы жили в Кассандре и ездили на Ситонию Сосны, дуб, чистота, радушные люди, потрясающие, очень недорогие рестораны Дикие и оборудование по последнему писку моды пляжи А теплое море Это настоящий рай На дне этого рая живут морские ежи Одному из них не понравилось, что я проплыл слишком близко к камню, возле которого он жил Еж обстрелял меня своими иголками Попав 32 раза Потом старик-фармацевт, обмазывавший меня специальной черной мазью, сделанной из самих, простите, ежей Посчитал количество попаданий Это он зря, я имею в виду иглокожие Накануне в ресторане я категорически отказался от блюда под названием «Икра морского ежа» Хотя оно содержит калий, кальций, магний, цинк, железо, фосфор и йод А также все витамины от А до Д и жирные аминокислоты Знал бы, съел бы Наши друзья Алина и Миша, которые живут в 10 метрах от воды, у которых мы в этот момент находились Вылили на меня литр уксуса, литр горячего оливкового масла А потом зачем-то и пол-литра водки, что особенно обидно А, вспомнил, первый способ посоветовала Гугл Второй, проходивший мимо угрюмых грек Третий, приятельница-фармацевт из Чикаго Она же сказала жене по телефону, чтобы та время от времени проверяла мою спину Зачем, испуганно, спросила жена Ну, если у Саши на спине начнут пробиваться иголки, значит он превращается в ежика Радостно сказала приятельница Буду ежиком, сказал я Туманы у вас тут бывают? Нет у них там никаких туманов В каждый день синее небо и золотое солнце Мы обязательно, когда все кончится туда, поедем с вами В 6 встало солнце, в 9 закатилось Купаются по ноябрь включительно За порядком следят Посейдон и его ежи Короче, один совет Поедете, так берите с собой игру непребываемой этапки Вспомнил я бабушку моей жены Я говорил, что о двух людях сегодня буду говорить О Юре Павловиче Вейнберге Уже сказал, теперь о ней Ее хорошо знали и любили все мои друзья Вот она бы была довольна карантином Когда все вместе Когда все на глазах и все на глазах И не надо ни за кого переживать Потому что коронавирус пройдет, а все останутся Коронавирус это когда сидишь дома Это тебе не очнуться в чистом поле от плачи новорожденной дочери После того, как летчики Люфтваффе разбомбили эшелон Дочь тяжело заболела Попутчики советовали ей оставить ее Мать не бросила дочь Дочь никогда не бросала мать Сейчас эта дочь на карантине вместе с нами здесь В этой семье матерей не бросают И в дома престарелых не сдают Клара Александровна Эдельман И Ципра Бениаминовна Зисерман Это был один и тот же человек И если смена фамилии здесь не более Чем дань многовековой традиции Вышла замуж человек То замена имени отчества Серьезный макияж, маскировка, акт ассимиляции Хотя если бы хотели В СССР Клару Александрову посадили бы точно так же Как если бы она была Ципра Бениаминовна Тогда сажали с любыми именами Те времена она помнила до деталей и в 95 То, о чем говорили три минуты назад, с трудом Да, переспрашивала Да, забывала Да, путала имена детей, внуков, правнуков и праправнуков Их столько, что пока она выкликала нужного В комнате собирался народ А когда собирался, то усаживался за стол Бабушка всегда во главе Даже если сидела сбоку В помаде, маникюре, лаке для волос Остальные просто равнялись на нее И кто больше, кто меньше По-доброму завидовал и задавался вопросом От живу ли я до 95 В этом году мне исполнилось 60 Повезло Мои рижские друзья-актеры успели приехать Сыграть в Чикаго для вас мою пьесу И уехать в день, когда в нашем городе Был диагностирован первый пациент Точнее пациентка Также я успел отпраздновать юбилей Список приглашенных Я бы сказал так Список приглашенных женой Подвергался мною тщательной корректировке В 30 гуляешь со всеми В 40 снова со всеми Плюс с теми, кого близко не знаешь В 50 с теми же Минус все, кого узнав поблизо Послал подальше В 60 на подчеркных местах Протезисты, кардиологи, онкологи, урологи, офтальмологи И на всякий случай Анестезиолог и неренематолог с сериями В 70 и 80 к ним добавятся Как бы случайно Если все будет хорошо Как бы случайно, но дальновидно Подружившиеся с вами Когда-то на круизе сотрудник похоронного бюро Годы работы Закрепило на его лице выражение скорби Чтобы оно сошло Нужно приблизительно 200 Ну или 250 И холодец с хреном В 95, если дотягиваете Живете не в доме Престарелых вы в кругу семьи И близких друзей Остальным не отдалось никакого дела И вам нет никакого дела Для остальных И в этом хорошо заслуженное счастье Жаль, что люди этого не понимают В 30, 40, 50, 60, а некоторые и в 70 Я много раз беседовал с ней Попробуй, пока у меня есть время Говорила она И пока время у нее было Я узнал кое-что, чего не знал И не узнал того, чего она не сошла Нужным рассказать Хотя однажды она рассмешила меня мыслью вслух Я такая старая, сказала она Что могу наплести что угодно Меня уже никто не опровергнет За 28 лет Извините, дней До ее рождения Австро-Венгрия объявила войну Сербии И началась Первая мировая война Потом была Вторая Потом Третья Война за достойное существование Она ветеран всех трех Особенно Третьей Она вырастила одного мужа Двоих дочерей И двоих сестер Которые были моложе этих дочерей Благодаря набожному папе Который в половом смысле Был воинствующим атеистом Потом пошли внуки Племянники Зятья и приблудные Один из приблудных Я Моему браку с ее внучкой Скоро исполнится 37 Бабушкина жизнь была смесь Смесью комедии и драмы Она всегда жила где-то на границе смешного и печального И множество раз была вынуждена ее переходить На точке между веселым и грустным Она находилась буквально до последнего дня Балансировать так и не срываться Не искусство, которому можно научиться Это даровано свыше Да, забывала Да, переспрашивала Но если кто и охраняет нас сегодня с небес Так это она О цифрах сегодня не будем О них поговорим завтра А вам доброго дня Или вечера Или ночи И все вам самого хорошего Завтра здесь же Меня звали Завуч Александр Эдмонд И до завтра в 11 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому